И сегодня же премьер-министр Алихан Смаилов поручил Кабмину провести необходимую работу по оказанию помощи прибывающим россиянам. Речь идет о возможности трудоустройства и размещения. В ближайшие дни в Казахстане откроют горячие линии по вопросам миграции иностранцев. Сейчас организована бесперебойная работа цонов путем открытия дополнительных окон обслуживания. При этом глава Кабмина заявила о необходимости принятия мер по стабилизации ситуации на рынке арендного жилья. Несмотря на большой поток мигрантов из России, для нашего государства приоритетом являются интересы казахстанцев. Это должны учитывать все отечественные предприятия и организации. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства ЕАЭС, отметил премьер-министр. Глава Кабмина прочил решить вопрос с возникшим ажиотажем на рынке арендного жилья. Необходимо стабилизировать цены на арендное жилье. В обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании. В этой связи подчеркиваю, иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы выполняем свои международные обязательства. Говорить о повышении цен на продукты питания из-за потока мигрантов пока рано, заверил министр торговли и интеграции Казахстана. В кулуарах правительства заместитель премьер-министра отметил, большая часть россиян рассматривает нашу республику как транзитную страну. И пока панику не надо раздувать. На продовольственные товары мы пока повышение цен не фиксируем. Я потому что провожу мониторинг. Есть небольшие проблемы с непродовольственными товарами. Главным образом с товарами первого потребления. Поэтому мы совещание будем собирать. Многие на транзите. Это же не значит, что все задерживаются здесь. За последние шесть дней в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан. Больше 64 тысяч из них транзитом покинули Казахстан, сообщили в МВД, ссылаясь на данные информационных систем пограничной службы. Больше 8 тысяч нерезидентов за эти дни успели оформить ИИН. А вот при каких обстоятельствах россиян будут экстрадировать на родину, объяснил министр внутренних дел. Военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи. Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемое деяние. Я не говорю о мобилизации. Я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Миграционная служба обязала казахстанских предпринимателей, сдающих квартиры и гостиничные номера иностранцам, уведомлять об этом правоохранители. Делать это необходимо в течение трех дней с момента заселения. В противном случае юридическим лицам грозит штраф в размере 91 тысячи тенге. Согласно статье 518 административного кодекса, к ответственности могут привлечь и физических лиц.